В Мариел продолжается подготовка социальных объектов к отопительному сезону. Особое внимание учреждениям постоянного пребывания людей, таким как больницы и интернаты. О последних на федеральном уровне говорил недавно председатель правительства России Дмитрий Медведев, который инициировал повсеместные проверки психоневрологических медучреждений страны губернаторами. Как показала практика, насущные проблемы таких интернатов в республике схожи, и для их решения в ближайшее время будет принята единая программа. Психоневрологический интернат в Шая Кузнецова – учреждение с долгой историей, почти в 80 лет. Впрочем, выглядящее вполне ухоженно и современно. Один из его корпусов построен всего 10 лет назад, но остальные немногим раньше. Это один из самых крупных интернатов республики, в котором более 100 сотрудников обслуживают около 300 пациентов. И с этим связана главная потребность учреждения. Дело в том, что пищеблок не рассчитан на такое количество людей и нуждается в капитальном расширении и переоборудовании. Ожидается, что по республиканской программе произойдет это уже в следующем году. Проект лежит на экспертизе государственной. Президентскую программу мы должны попасть на будущий год. 12 миллионов выделяется. Как только вот эта экспертиза пройдет, документы уйдут в Москву. И у нас запланирована реконструкция пищеблока. Почему? Потому что раньше этот пищеблок был рассчитан на 100 человек, а сейчас мы кормим 300 человек. Поэтому реконструкция там обязательно нужна. Будет расширяться, будут расширяться цеха. Еще одна проблема интерната обсуждалась на встрече Леонида Маркелова с его коллективом. Дело в том, что расположенное в сельской местности учреждение по факту находится на территории городского округа Йошкар-Ала и платит за коммунальные услуги по городским тарифам, которые недавно повысились. Руководитель республики в формате рабочего совещания с руководством интерната и министром социальной защиты региона принял ряд оперативных решений. Коллектив очень бережно относится к тому, что мы сделали, потому что 10 лет назад мы построили новое здание. Но как бы там ни было, это новое здание требует через 10 лет ремонта. Нужные помещения, где содержатся пациенты, ремонтировать, нужно пищеблок ремонтировать, нужно выделять деньги на содержание медицинской части учреждения и добавлять средства для того, чтобы тепло оплачивать, потому что тарифы подросли. Все эти вопросы мы обсудили сегодня и пообщались с коллективом. Коллектив смотрит с оптимизмом в будущее. Я их в этом поддерживаю. А что касается проблем, которые лежат на плечах министра социальной защиты, то мы им, конечно, поможем. Единственный вопрос, решение которого было отложено на более поздний срок – расширение православной молельной комнаты в интернате. Как рассказала руководитель Республики Сестра Милосердия, которая трудится здесь, обедни и молебны собирают несколько десятков прихожан. И в комнате становится довольно тесно. Леонид Маркелов ответил, что как только появится уверенность, что решены первоочередные проблемы, можно будет подумать и о строительстве здесь часовни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова